Наверное, вся тяжесть ушла и все-таки выиграли второе место, а сейчас, наверное, все равно эмоции есть, и хочется играть, и выигрывать, и попадать. А если вот рассматривать ближайший чемпионат мира, не в свете Олимпиады, какие цели, задачи стоят? Перед вами, Федорович, чемпионатского штаба? Мне кажется, перед всеми одна задача стоит. Всем понятно, что только победа, и другой цели не должно быть, зачем-то доехать, если не настраиваться на победу. Тем не менее, мысли о Олимпиаде в голове есть? Да, ну, пока, конечно, есть, но пока другая задача, и можно постепенно идти по лестнице, а не сразу вверх. Уже многие команды объявили составы, в числе Канада, например, везет очень солидную, солидную вам противников. Это будет дополнительным каким-то стимулом, чтобы их обучить? Да, я, в принципе, не знаю. Нужно на каждого соперника настраиваться, неважно, кто там, и выходить, и каждую минуту, каждую секунду отдаваться своей игре, потому что в чемпионат мира не так часто попадается играть и попасть вообще, посчитать те, кто туда выходит играть, те счастливчики. И здесь, ну, даже настраиваться не надо, здесь сам по себе настрой идет, и хочется выиграть. Мне не удалось восстановиться, восстановиться эмоционально после неудачного финала? Почему он сразу неудачный? Конечно, проиграли, но я все-таки держусь с той стороны, что мы выиграли серебро. Восстановиться, да, в принципе, эмоции отошли уже, и будет летом время, наверное, когда можно будет пересмотреть, и тогда уже, да. В прошлом чемпионате мира ты, ну, не очень удачно получил исправление, при твоем умении. В этом что-то изменилось, вот на Евратуре, то есть было чувство, что, где ты обязанности выполняешь, там, до, и, там, скитыши, больше доведяют нужно. Это все командная кухня, как говорится, и это все в команде остается, и у всех задание есть одно, и все стараются выполнить задание. Коллеги, спасибо, спасибо.